Эфир телеканала ОТС продолжает новости в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! И начнем с главных событий из жизни региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый терминал аэропорта Толмачёва откроют 9 февраля 2023 года. Об этом сегодня в прямом эфире ОТС в программе «Губернатор Лайф» объявил Андрей Травников. После реконструкции Толмачёва станет самым большим региональным аэропортом в стране. Будет запущена официально первая очередь нового терминала аэропорта Толмачёва. Это имеется в виду то здание, те два здания, которые сегодня построены, вы их видите. Открытие запланировано на знаковую дату, на день гражданской авиации России, 9 февраля. Тем более в этом году, это очень знаковая дата, 9 февраля 2023 года, исполняется 100 лет гражданской авиации в нашей стране. 2 миллиона 700 тысяч рублей – такова сумма ущерба, причинённого мошенниками жителям Новосибирска. Супружеская пара взяла кредиты и перевела деньги злоумышленникам, представившимся силовиками. О силе убеждения о том, как противостоять преступникам, расскажет Дмитрий Белькевич. Здравствуйте, это Следственный комитет, и в настоящее время на вас пытается оформить кредит неустановленное лицо. Для того, чтобы противостоять мошеннику, вам следует оформить собственный кредит. Звонки именно с таким содержанием всё чаще стали поступать на телефоны жителей Новосибирской области. Распознать мошенников удаётся не всем. Например, чита из Новосибирска поверила злоумышленникам и стала их жертвой. В силу убеждения мошенники, звонившие жительницы Новосибирска, и они не обделены, разговаривали уверенно, ссылались на законы и статьи Уголовного кодекса. И постоянно, удерживая абонента на связи, то и дело переадресовывали с одного лжесотрудника на другого, путая свою жертву. Он представился, сказал, что он сотрудник Центрального банка России, что я должна его внимательно выслушать и действовать его инструкциям. Так как это в моих интересах, что украдены мои персональные данные, на некий мужчина, также он озвучил его имя, фамилию, отчество, пытается взять на меня кредит в трёх банках. Но два банка они уже успели заблокировать, а в одном банке ему уже одобрено. Преступники якобы в сговоре с банком, а значит, говорил мужчина, нужно быстро открыть кредит на своё имя на сумму полмиллиона рублей. Так и сделала. Потом ей сказали положить деньги на счёт обратно с помощью приложения Мирпэй. Однако телефон у Яны оказался старенький. Девушка купила себе новый сотовый, установила программу и продолжила следовать инструкциям. Как только деньги зачислила на указанный мошенникам счёт, ей прислали документ, мол, долгов перед банком нет, и заказали такси домой. Но на следующее утро кошмар продолжился. Преступники вновь позвонили и предложили прослушать запись перехваченного разговора злодеев, мол, теперь они возьмутся за мужа. Я посмотрела, у неё же супруг есть. И там у него, конечно, кредитный потенциал намного лучше. Можно через ВТБ попробовать сделать что-то. Как ты думаешь? Да, смотри, я думаю, что лучше попробовать по ВТБ. Выхода нет. Надо выручать супруга. Ведь и на него якобы пытаются повесить кредит на полтора миллиона. Действовать надо аналогично и, что главное, максимально быстро. Все действия контролировали онлайн. С кем-то советоваться запрещали. Всё время на связи в WhatsApp. Плюс туда приходили и текстовые инструкции. Мы приехали в хом-кредит, где нам очень спокойно всё это дали. Ничего нас не спрашивали. Суму дали вот это? Миллион четыреста с чем-то там, да. На супругу 800 с чем-то, и на меня 600 с чем-то. И снова всё перевели на счета, указанные звонившими. Но и на этом не остановились. Предложили заехать ещё в один банк. И там Андрей взял на себя кредит в 670 тысяч рублей. Всё как в тумане. Опомниться даже не дали. А когда походы по банкам закончились, супругам предложили отправиться на встречу со следователем. Но она, разумеется, не состоялась. Идёт звонок уже видео. То есть не просто звонок, а по видео. То есть я у лица не вижу, а меня видно в WhatsApp. А меня видно. Понимаешь, что уже всё прикол. Что всё попали. Как бы тик, меня и щёлкнуло. Ну и начинаешь, что у тебя там жена всякая разная там её называет. Она, к слову, часть беседы с мошенником, представившимся украинским силовиком, сняла на видео. Ты всё, ты меня развёл на бабки. Молодец, красавец. Всё, что, какие проблемы? Я сейчас эти проблемы буду сам решать. Ну, решаю. В итоге уже настоящие полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Яна с мужем отходят от шока, но уже успели отказаться от кредитных страховок, что позволит хотя бы первое время платить по счетам. Ежемесячный платёж по кредитам составит около 70 тысяч рублей. Вернуть деньги семья уже не рассчитывает, но надеется, что больше на удочку злодеев никто не попадётся. А банки будут более внимательно выдавать кредиты, убеждаясь в том, что их клиенты не находятся под влиянием третьих лиц. Тем временем ещё одного человека от аналогичной участи за пару дней до этого случая спас внимательный таксист. По такой схеме два года назад обманули его сестру, жительницу Красноярского края. На этот раз, услышав разговор своей пассажирки, бандитов вычислил сразу. Ей настойчиво рекомендовал ни с кем не общаться, с таксистом не разговаривать, ехать по адресу. Я у бабушки спросил, куда мы едем? Она говорит, в банк. Сразу закрались сомнения, зачем женщине в таком возрасте, в такое время ехать в банк. Бабушка, давайте мы никуда не поедем, я вас отвезу домой, не возьму с вас ни копейки. Только не поедем в банк. Нет, давайте поедем. Они мне сказали, что надо обязательно ехать, иначе меня полиция арестует. Роман не выдержал, взял трубку, побеседовал со звонившим и понял, мошенники. Разговор прервался, но ненадолго. Новый звонок, и уже представившийся сыном пассажирки мужчина, угрожая, потребовал следовать в банк. Пенсионерка в собеседнике сына не опознала, и водитель бесплатно увез ее домой, предупредив родственников о произошедшем. Эксперты говорят, такие случаи не редкость. Главное оружие мошенников в их красноречии и даре убеждения, и в том, что они постоянно держат жертву в напряжении. Противостоять им не сложно, надо лишь взять время на размышления, положить трубку, проверить все через интернет, посоветоваться с родными. И если есть сомнения, лучше от таких разговоров отказаться. Гораздо сложнее бороться с теми видами мошенничества, которые дистанционны. Когда ты каким-то образом сообщил свои персональные данные, или база какая-то с персональными данными попала к мошенникам. И они дистанционно, используя твои паспортные данные, или номер телефона, или все в совокупности, совершают противоправные действия без твоего ведома. И с твоей карты списываются деньги. Поэтому лучше никаких персональных или банковских данных никому не передавать вообще. И следует понимать, что за мошенниками не угнаться. Единственный способ не стать их жертвой – всегда быть на чеку. Дмитрий Белькевич, Валерий Павлов, Новости ОТС. Шквал звонков и жалоб в Новосибирскую антимонопольную службу в прошлом году поступили свыше 3,5 тысяч обращений. Больше всего жители региона беспокоил рост цен на продукты питания. Мы работали, не побоюсь этого слова, круглосуточно. То есть, горячая линия у нас работала и в выходные дни. То есть, мы принимали соответствующие звонки. Поступило за весну этого года более тысячи звонков мы фиксировали. И более 2,5 тысяч позиций товаров, по мнению тех, кто звонил, с какими-то необоснованными ценами, либо с отсутствием определенных товаров. По каждому обращению сотрудники ведомства провели проверки. Признаков картельного сговора не обнаружили. Чаще всего рост цен был связан с ажиотажным спросом и сбоями в поставках. Ситуацию удалось стабилизировать. Региональные и федеральные торговые сети установили предельные надбавки на социально значимые товары. Если вы столкнулись с необоснованным повышением цен на продукты, можете позвонить на горячую линию антимонопольной службы. Телефон указан на экране. Донес на руках. Новосибирские спасатели эвакуировали собаку, застрявшую на реке. Видео опубликовали в социальных сетях сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. Дворняжка попала в западню, она бегала в снегу на маленьком участке суши на острове между Октябрьским и Бугринским и Моставе. Неравнодушные граждане вызвали спасателей. На поиски погибающего животного выехал аэробот со специалистами. Обессиленную собаку в буквальном смысле на руках донесли до лодки. Пса отогрели, доставили на сушу и передали волонтерам. Новосибирская Росгвардия Более 100 тысяч различных услуг оказали владельцы оружия в Новосибирской Росгвардии за 2022 год. Всего в регионе около 80 тысяч владельцев огнестрельного оружия. Кроме прочего, новосибирцы продолжают сдавать в отделение лицензионно-разрешительные работы, не зарегистрированные единицы огнестрела. Всего за прошлый год в руки правоохранителей передали 11 единиц, за что людям выплатили более 70 тысяч рублей. В рамках осуществления контроля в сфере оборота оружия в 2022 году сотрудниками Росгвардии проведено более 74 тысяч проверок условий сохранности оружия у граждан. В результате проверок за различные нарушения привлечено более 2900 граждан. Изъято порядка 4 тысяч единиц оружия. Наибольшее количество нарушений связано с нарушением сроков регистрации, перерегистрации оружия. В Новосибирске стартовала акция «Снежный десант». Сотни студентов со всех вузов региона отправились по районам области. Проект реализуют вот уже в 12-й раз и с каждым годом он набирает популярность. В первую очередь ребята едут помогать. Почистят снег пенсионерам, приведут в порядок памятники и культурные объекты, а также встретятся со школьниками. Псения Петренко продолжит тему. Александр с собой взял пять огромных сумок. Он уже бывалый участник «Снежного десанта», командир отряда. Точно знает, брать нужно как можно больше теплых вещей. Вот и прихватил несколько курток, штанов и валенок. Говорит, каждый год с радостью ждет старта этой акции. В этом году я уже четвертый раз принимаю участие в акции. Второй год в роли командира. И каждый год он по-своему особенный. С каждым разом все больше и больше хочется кататься по районам, помогать людям. И эти поездки просто незабываемые. Бодры, веселы, полны силы и энергии. С таким настроем ребята отправляются в путешествия по районам области. 15 отрядов и больше 300 участников. И все они проходят серьезный отбор. Хорошая физическая подготовка – одно из приоритетных условий. У них проходят отборы. И с каждым годом ребят, желающих попасть в акцию, все больше и больше. Для этого отряда проводят собеседование, чтобы выбрать лучших из лучших. В общей сложности десантники высадятся в 30 районах области. Их задача – помочь в уборке снега пенсионерам, ветеранам, семьям участников специальной военной операции, где есть необходимость очистят памятники и социальные объекты. Значение этой акции очень велико, особенно сегодня. Поскольку она не случайно называется патриотической. Потому что патриот – это человек, который любит искренне свою родину. Любит свою отчизну, малую родину. И то, что, ребята, вы выезжаете в нашу территорию, в нашу необъятную Новосибирскую область, в муниципальные районы, это на самом деле добрые дела. И люди ждут вас. Ну и, конечно, не обойдется без культурной программы. В местных ДК выступят со своими творческими номерами, а со школьниками пообщаются на тему выбора будущей профессии и в какой вуз пойти учиться. Акция «Снежный десант» будет длиться до 11 февраля. Ксения Петренко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Пассажиров метрополитена будут сопровождать новые голоса. Специальная комиссия начала конкурс дикторов для новосибирской подземки. Всего планируют записать 4 голоса. Два варианта – женских и два мужских. В конкурсе участвуют ведущие радио и ТВ. 36 лет горожан сопровождали голоса радио ведущих Сергея Рядова и Раисы Томилиной. Требования для новых дикторов остались теми же – читать через паузы, спокойно, чтобы люди успевали зайти и выйти. Необходимо найти правильную интонацию, чтобы не портить настроение пассажирам. Новые голоса горожане услышат в день открытия станции спортивная. Из музыкального в драматический. Сегодня труппе Старого дома представили нового директора. Один из самых известных творческих коллективов региона возглавила Татьяна Ильина. До этого она руководила отделом развития Новосибирского музыкального театра. Первое интервью новый директор Старого дома дала моему коллеге Алексею Кузинову. Без директора Старый дом остался в конце прошлого года. Антонида Гориявчева перешла в Красный факел, где сменила на посту руководителя уволенного Александра Кулябина. Вслед за Антонидой Александровной ушел и главный режиссер Старого дома Андрей Прикатенко. Долго работать без руководителей Старому дому не пришлось. Татьяну Ильину коллективу представили во вторник. В культурном мире региона Татьяна Федоровна человек известный. В течение последних 16 лет она работала в Новосибирском музыкальном театре. Она, можно сказать, была правой рукой руководителя. Леонид Михайлович, честно сказать, со слезой отпускает. Это Татьяна Федоровна, мы долго говорили, потому что она возглавляла как раз тот отдел, который занимался, ну, отделом маркетинга, отделом развития театра. То есть все проекты, которые в театре реализовывались, и фестиваль «Другие берега», и другие проекты. Вот, я знаю, мюзикл «Трестанда Зольда» – это именно ее проект. И многие, да, и многие-многие другие. Татьяна Ильина окончила теоретик и композиторский факультет Новосибирской консерватории, а затем защитила кандидатскую диссертацию. Еще одно образование получила на кафедре управления Московской академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Кроме Новосибирского музыкального театра работала в Кривическом музее и филармонии. А также была экспертом фестиваля «Золотая маска». И в этом статусе объехала всю страну и посмотрела десятки лучших спектаклей. Предложение возглавить старый дом стало для Татьяны Федоровны неожиданным. Мне важно очень отсмотреть температуру спектакля. Слава Богу, этому можно уделить, так скажем, нерабочее для директора театра время. И, конечно же, ознакомиться со всеми документами, связанными с госзаданием, с финансово-хозяйственной деятельностью театра, чтобы быть в курсе, что здесь происходит. Хотя я больше чем уверена, что здесь все благополучно, все в порядке. Здесь сплоченный коллектив и очень ответственные сотрудники, которые всеми этим вопросом занимались даже в отсутствии руководства. В ближайшее время театру «Старый дом» предстоит поездка в Москву. Спектакль «Наизнанку» покажут во внеконкурсной программе «Золотой маски», претендующую на награды. Анну Каренину жюри будет смотреть в Новосибирске. Старому дому предстоит перезапустить фестиваль «Хаос». Он получил новое название «Гравитация». Ждет одобрения Федерального центра проект масштабной реконструкции театра. А на этот год в рамках нацпроекта «Культура» выделены деньги на материально-техническое переоснащение. Добавлю, что в «Старом доме» определились и с кандидатурой нового главного режиссера. Имя его держат в секрете, но представить труппе планируют в начале января. Алексей Кудинов, Александр Миняйло, Новости ОТС. Историю в лицах показали куйбышевцам. Ассоциация землячеств Новосибирской области презентовала документальный фильм о людях, благодаря которым куйбышевский район развивался и продолжает развиваться сегодня. Оксана Тимошенко тоже посмотрела картину. Начинал почти с нуля на развалинах прежнего хозяйства. Тогда, в начале 2000-х, все уезжали, а он вернулся, словно бросил вызов всему происходящему. Анатолий Якубин среди героев фильма оказался совсем не случайно. Благодаря ему практически умирающее хозяйство теперь твердо стоит на ногах. Проделана большая работа. Знаете, даже если, может быть, нас когда-то уже не будет, это же все сохранится. Это история. Это для наших детей, для внуков. Сохранить историю знаменитых земляков – вот главная задача, говорит автор проекта и режиссер фильма Раиса Жмодик. Форма телевизионного документального фильма более подходящий, наверное, для молодежи. В 20-минутной картине рассказывают о нескольких поколениях куйбышевцев, внесших свой вклад в развитие малой родины. Проект очень важный, проект очень современный. Проект, который сегодня символизирует связь времен, связь поколений и ценность сохранения единой команды. Документальный фильм снят по заказу Ассоциации землячеств в Новосибирской области в год 85-летия региона. Главные герои ленты – учителя, медики, работники, руководители сельхоз, отрасли, промышленных предприятий. Сделать альманах из фильмов, там 8-10 фильмов, чтобы охватить, допустим, с момента, когда, да можно сказать, с революции, когда Каинский еще был, охватить советский период и воля полно осветить всех, кто причастен к хорошим, полезным делам нашего города и нашего района. Презентация «История в лицах» прошла в новом кинозале районного дома культуры. Зрителями стали десятки куйбышевцев. Конечно же, впечатлило очень сильно. Во-первых, потому что там современники, наши современники, с которыми мы работаем рядышком, живем в нашем городе. Это, конечно, колоссальная гордость за этих людей, за то, что они делают. Все вместе, они делают такой огромный вклад для того, чтобы в нашем районе, в нашем городе людям жилось еще лучше, еще ярче, еще интереснее. Таких фильмов выпустили пока семь. Как говорят сами земляки, это только начало. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. К этому часу это все темы. Еще больше новостей расскажем в следующих выпусках, а также в группе ОТС «Горсайт в Одноклассниках». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин